Они вернулись на родную Одинцовскую землю после 20 лет творческих скитаний по миру. Профессиональные живописцы, графики, скульпторы, выставлявшиеся в галереях Европы и Америки, поездившие на пленеры в Швейцарии, Франции, Черногории. Они решили, надо наконец показать свои работы в родном городе. Одинцовский историко-краевический музей любезно распахнул свои двери. Есть ощущение того, что очередной этап в жизни нашего музея происходит. В культурной жизни нашего музея любой зритель для себя здесь найдет такие работы, которые тронут его за душу, это бесспорно. Вернулись все, потому что ходили, как говорится, бродили по всем весям, по каким-то поездкам, по каким-то залам, по другим, по выставочным, а вернулись домой. Мы пришли домой и считаем это своим домом. Вот это пространство, независимо от того, какая это будет площадка. Это Одинцово наш дом. Первое, что видит входящее выставочное пространство работы одного из лучших российских художников 20 века – классика детской книжной графики сказочника Ивана Хохлова. Работа из цикла «Времена года» Барвиха «20 лет назад» и книжки с выбессмертными иллюстрациями. Среди экспонентов – скульптор, заслуженный художник России, чьи работы украшают площади многих городов мира – Григорий Александров. Свои листы представила неординарная колористка, график, народный художник Татьяна Васильева. Своим пространственным воображением впечатляет заслуженный художник Геннадий Дубровин. Буквально ошеломляет зрителя самобытный, яркий, мощный живописец Петр Чеканцев. Подарок поклонникам, работы разных, словно не членов одной семьи – Екатерины, Михаила и Дмитрия Ушановых. Здесь можно увидеть вещи удивительные. Например, с этими работами несколько десятилетий назад семилетний Миша Ушанов поступал в художественную школу при Репинском институте. На выставке представлены работы и ушановских учеников, молодых, рано и серьезно заявивших о себе Яны Плющевой, дизайнера и педагога Кати Лисицы и еще один известный Одинцовский художник и учитель, чьи работы праздничны и декоративны – Наталья Евсеева. Ольга Светличная, тонкая, полюбившаяся зрителю как акварелистка, удивила своим дарованием как мастер декоративно-прикладного искусства. Попавшего в это пространство, не покидая чувства органичности, словно срифмовались время и место. Ведь в этих стенах трудился известный русский фабрикант и покровитель художников Василий Икончиков. И теперь здесь работают те, кто продолжает традиции русского искусства в 21 веке. Есть именно ощущение, что зашел к себе домой, потому что выставится самое главное, самое здоровое, что мы выставляемся в родном городе. Этой выставкой наши художники декларируют – город Одинцово давно не провинция. И его жители достойны и должны видеть работы своих земляков не только за границей. Если держать в неведении граждан, то тогда вообще ничего не будет. Это получается, что работать в стол. И я думаю, что люди чувствуют, что это надо. Что без этого, ну я не знаю, может быть, кто-то и может прожить, но не все. Я надеюсь, что таких выставок будет больше и почаще, потому что, так сказать, люди нуждаются в этом. Потому что после 90-х годов, даже 2000-х, когда все было, так сказать, зажато, забито, людям это нужно, потому что что-то духовное. Ольга Винтер для телекомпании Одинцова.